Перед началом видео хочу посоветовать вам канал Finder. Вы приоткроете секреты новинок в мире искусства и дизайна, а также можно заказать любой кастом, который вы только пожелаете и о чем угодно. Помимо этого, вы можете принять участие во многочисленных конкурсах и получить ответы на любые вопросы по программам арт-дизайна, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Blender и многим другим. В новом ролике Finder покажет создание нового холста, посвященного Рику и Морти. Ссылку на канал вы найдете в описании под видео. Поддержите парня активом, делая угодно. Всем привет! Вы знаете, я уже кучу раз говорил, что делить художников на плохих и хороших по скилу довольно неправильно. Я всегда смотрю на поведение, манеру общения и прочие подобные мелочи. А может и не мелочи, как пойдет. Мне пару рассказали что-то вроде Брис, но это ведь не плохой и хороший художник, это плохой и хороший человек, и это другое. Нет, ребят, ну то есть очевидно, что речь идет и о людях, и о их поведении. Конечно, есть факторы, которые очевидно помогают набрать художника аудиторию, и его поведение достаточно сильно влияет, ну, буквально на все. На то, как его видят другие люди и на то, хотят ли они на него подписаться. Хотя, казалось бы, это все-таки не относится прям к художникам. Хороший себя вести должен абсолютно любой человек. Но мне пришла эта идея для видео после разговора с Перпин. Дело в том, что мы обе следим за одним художником, и он отлично рисует, он нам очень нравится, очевидно, причем обоим. У него прекрасные работы, все просто отлично, у него много подписчиков. Ну, достаточно много, по крайней мере. Но его манера ведения паблика и поведения оставляет желать, видимо, лучшего. Никакого хейта, никаких ников, потому что хейтеров мы не уважаем, и речь идет не о конкретном художнике. Просто после моего разговора с подругой и просмотра его постов и прочих штук, я поняла. У человека, очевидно, больше опыта в рисовании. Он делает это лучше нас. Но его актив намного хуже нашего. А это даже несправедливо. Очевидно, что он мог бы добиться больших вещей, если бы он вел нормально паблик и не занимался вещами, которыми занимается он. Очевидно, он заслужил свою аудиторию, только вот удержать он ее не смог, чисто из-за кое-каких пунктов. Сегодня я просто хочу рассказать о том, как себя вести, чтобы, ну, не распугивать людей. Это не гайд по набору аудитории, да и, в общем-то, вы не обязаны слушать меня. Каждый делает, как он хочет. Я лишь хочу поделиться своим мнением, раз уж у меня есть такая возможность. И я, конечно, могла бы оставить этот пункт на конец, но я начну с него, просто потому что это не совсем поведение. Речь идет о частных постах. И да, я не дебил, я не живу в пещере. Я знаю, что у людей работа, школа, хобби, друзья, любовь и прочее такое. Я знаю, что иногда просто лень. Я знаю, что иногда в руки карандаш брать не хочется. И это нормально. Нормально, что не всегда есть возможность что-то нарисовать. Грустно, но все-таки нормально. Но речь идет все-таки о работах и о попытках стать лучше, найти аудиторию, не знаю, превратить свое хобби в заработок или что-то такое. И вы должны понимать, какая бы понимающая и любящая аудитория у вас не была, если вы будете делать пост раз в год, они тупо забудут про вас. В мире миллионы художников. Должна быть причина, по которой человек выберет вас, а не человека с абсолютно такими же картинками, таким же количеством людей, таким же поведением. Но делает он посты чаще. У меня столько знакомых, которые отлично рисуют, они много рисуют, но абсолютно ничего не постят. Конечно, у каждого свои причины на это, да и не каждому нужна аудитория больше 150 человек, это все понятно. Но когда человек, очевидно, хочет быть популярным, но ничего для этого не делает, ссори, наверное, поста в неделю при сильной нагрузке уже достаточно, и не стоит бояться постить скетчи, это ведь тоже часть творчества. Вообще, что за дискриминация скетчей? Классные, не бойтесь их постить. Некоторые художники боятся запостить скетчи, потому что, блин, я так долго не постил, люди хотят увидеть меня полноценку. Чел, нет, люди хотят увидеть что-то, жив, запостите что-нибудь, пожалуйста. Очевидно, что у художников есть такая штука, как репутация. Вообще, худсо — это бабки возле подъезда, кто-то скажет фигню, бабки уже всю эту фигню разнесли и всем рассказали. Хорошо это или плохо, каждый сам решает для себя. Но понятно, что когда кто-то сделал фигню, испортил там чей-то арт, не знаю, продал ворованного персонажа, обвел чужую работу, то то, что об этом узнает комьюнити, явный плюс. Часть не резиновая, как говорится, а себя и свои арты нужно беречь. Но что вот насчет поведения? Художников часто сливают за неадекватное поведение и срачи. Понятно, что тут не будет 100% правой стороны, каждый увидит свое в какой-то истории, поэтому я не могу привести какой-то пример логичный. То, что кому-то кажется неадекватным поведением, ну не знаю, например, травля, призыв отписаться от другого художника или что-то подобное, другой человек не увидит в этом, ну ничего такого. Ну поссорились, друзья, вот призывают выбрать сторону, ну или вот этот чел рисует лучше, я его давно знаю, его слова для меня что-то значат, значит, ну он прав. В общем, ситуации максимально разные, это понятно, но все равно подобный пост, даже если он личный, о делах не связанных с творчеством, может подпортить репутацию. Понятно, что это плохо, понятно, что на это не надо реагировать, но всегда есть люди, которым почему-то на это не насрать. И в это тяжелое время, время интернета, просто стоит быть осторожнее в своих действиях и словах. Это как бы единственный посыл с его пункта, будьте добрее, проверяйте инфу, которую находите, чисто на всякий случай. Ну и, конечно, имейте свою голову на плечах, все понятно. Итак, у каждого есть свой стиль общения, это тоже очевидно, кто-то шутки в посте пишет, кто-то что-то серьезное, кто-то просто щитпостит, а кто-то описывает процесс рисования. Очевидно, что вы в любом случае найдете свою аудиторию, как бы вы ни писали. Но посты с оскорблением людей, даже в шутку, в общем-то, мало кому понравятся. Ну, хз, очевидно, один раз прокатит, на второй уже кого-то может задеть, какая-нибудь очевидная хренота вроде, кто не подписан и не лайкает, тот лох. И вот кто-то поймет, что это шутка, а кто-то не поймет. И таких примеров в RL чертовски много. Например, когда компания делает очевидно шуточную рекламу, а определенная группа людей не выкупает рофла, и все. Проблемы накладываются друг на друга, банкротство, смерть. В общем, я шучу, конечно, но зачем рисковать? Вообще, тема ведения страниц такая странная, тут нет прям 100% правильного варианта. Понятно, что когда человек ведет себя приятно и как-то располагает к себе, у него просто больше шансов понравиться людям и, соответственно, набрать аудиторию. Хотя некоторые люди пишут просто необычно или хорошо шутят и нравятся этим, так что достаточно просто не оскорблять людей, даже в шутку, и просто в целом быть пусечкой, ну, еще и логичная банальная мысль, всем ты не понравишься. Я вот лично не люблю щитпостеров в основных пабликах с артами. Я люблю посты по теме, с артами, текстом. И если мне нравятся художники, я с удовольствием подпишусь на какой-нибудь его твиттер или закрытый паблик с щитпостом. Но кому-то нравится читать про личную жизнь художника прямо в его паблике. Ну, то есть, очевидно, всем не угодишь. Посты с напоминаниями о лайках. Мой любимый пункт просто. Когда один пост пролетел мимо и просто хочется, чтобы его заметили, абсолютно нормально просить зайти в паблик и посмотреть на этот пост, поставить лайк или написать коммент. Это реально окей. И никого это не заденет и не обидит, если такой пост будет ну, один раз в месяц. Но когда заходишь в паблик, а там один пост с артом, а второй сразу же поставьте лайк посту ниже, а то я обижусь, вы плохие подписчики. И так постоянно через пост это уже перебор. Я лично видела большой срач под таким постом, когда подписчики тупо наехали на художника, потому что им надоело. Он делал эти посты настолько часто, что мне ВК их предлагал чаще, чем посты с его артами. Много кто отписался тогда после того срача, я была в том числе, потому что художник перешел на личности. И довольно странно видеть подобные наезды на подписчиков, потом удивляться тому, что аудитории нет и никто не подписывается. Про странных художников в тему, как-то я наткнулась на автора, который мне понравился, а у него крупные буквы в описании написано читайте правила. Ну все окей, я иду читать правила, а там кикаюсь, и за месяц нет ни одного лайка и коммента, мне нужны активные люди. Странная схема для человека с трехстами людьми, я просто решила не подписываться, просто, ну, вдруг я пропущу важный пост, чистку, и меня кикнут, и что делать? Это было, правда, очень давно, мне сейчас, правда, искренне интересно, изменилась ли политика ведения паблика у этого человека. Ну, в общем-то, вроде как все, я высказала по большей части свое мнение на этот счет. Рассказываете, видели ли вы таких странных, кавычках, возможно, художников, которые требуют больше, чем предлагают, считаете ли вы подобное нормальным, и что конкретно вас бесит в пабликах других художников, именно в поведении, желательно без хейта, потому что, ну, все мы люди, все мы можем, все мы понимаем, что раздражаться это типа одно, а идти устраивать срач уже другое, так что, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ВК, Инст, Твиттер, я там только щитпощу, там нет артов, сразу говорю. Всем отличного дня, будьте хорошими людьми, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok